Акция на ТНВ Made in Татарстан. Сделано в Татарстане. О тех, кто созидает и о тех, кто вместе с нами меняет мир к лучшему. Работа в формате 24 на 7, а в период пандемии еще и в усиленном режиме. Кому-кому, а сотрудникам ТАТ-Телекома грех жаловаться на низкую загрузку. Скорее наоборот. Работы выше крыши, обращений на подключение к интернету стало вдвое больше. Плюс все школы Татарстана с прошлой недели на дистанционном обучении. Выдержан, заверяет генеральный директор компании Айрат Наруддинов. Технический и технологический запас прочности солидный, а люди еще крепче. Крепче стали. Я хотел выразить огромную благодарность нашим инженерам, нашим специалистам, которые в столь непростое время при такой нагрузке идут нашим клиентам, делать то, что требуется и с должным уровнем, с должным отношением. Несмотря на пандемию, достаточно напряженный период, есть предприятия организации так называемого непрерывного цикла. Те, кто не прекращают работу в эти дни. Это не только телевизионщики и медицинские работники, но и сотрудники ТАТ-Телекома. Вот этого единого центра мониторинга сети. Нагрузка на сеть выросла больше, чем на 30%. Большинство перешло на удаленную работу. Соответственно, очень большое увеличение большого трафика потребления интернета. И это все сказывается на работе нашей сети. Все это мы мониторим, перестраиваем, перенастраиваем и обеспечиваем качество. То есть вот эта нагрузка, которая увеличилась, она все-таки не повлияет? Нет, мы обеспечиваем высокой скоростью. У нас очень большой запас прочности. Все это действительно так, когда мы говорим про крупные города и районные центры. В этих населенных пунктах ТАТ-Телекома имеет возможность обеспечивать своих клиентов высокоскоростным интернетом по волоконно-оптическим линиям. В сельских же территориях ситуация, увы, иная. Там у нашего национального интернет-провайдера ограниченные возможности. Фактически ресурсом для доставки интернета служат подземные медные коммуникации, построенные еще в прошлом столетии. В ТАТ-Телекоме признают, проблема есть. Сейчас на ее решение брошены все силы и ресурсы, благо есть поддержка республики. Отдельное направление подключения так называемых социально значимых объектов. В этом году по этой программе будет подключено 618 школ по оптике до конца года. И мы планируем в дальнейшем модернизировать. В целом наша задача, и президент поддерживает в этой инициативе, подключить все школы и в конечном итоге, чтобы минимум 100 мегабит в школе было. Этот год, этот непростой год для ТАТ-Телекома должен стать годом укрепления позиций, несмотря на серьезную конкуренцию, в том числе со стороны федеральных операторов. Выдерживать ее непросто, признается Айрат Нуруддинов. Тем более, когда конкуренты, с его слов, откровенно демпингуют. Ответом может стать только снижение сдержек внутри самой компании. И как бы сложно ни было, дополнительное инвестирование в расширение возможностей сети, установку новых базовых станций. У нас одно из самых больших покрытий, причем мы запланируем на этот год существенное увеличение количества базовых станций. И плюс еще особенность наших станций, является базовых станций, то, что 94% из них подключены по оптике, потому что обычно федеральные операторы не имеют возможности это делать, или, по крайней мере, делать не столь массово. Каждодневная работа на результат оптимизации производственных процессов дают эффект. По результатам прошлого года выручка по группе компаний ТАТ-Телеком выросла почти на 4%, а чистые прибыли вовсе в два раза. Однако даже на секунду расслабляться нельзя, потому как и конкуренты не дремлют, и ТАТ-Телекому нужно перестраивать работу в соответствии с новыми веяниями. Если коротко, телекоммуникационная отрасль сейчас в ожидании. Можно сказать, в ожидании чуда. Начиная с 90-х, таким чудом стал интернет, который дал телекому не просто подъем, а взрывной рост по 30% в год. В нулевые таким драйвером роста стала мобильная связь. Сейчас, в 2020-м, пока не ясно, что станет новым генератором роста. Может быть, технологией 5G или что-то иное. Другое дело, что о прежних темпах роста в 25-30% давно надо забыть. Зарабатывать на традиционных услугах, как оператор связи и интернет-провайдер, можно и нужно, но этого уже мало, делится с нами Айрат Нарутинов. В обозримом завтра ТАТ Телеком видит себя, как серьезная технологическая компания. Оттого это направление собственных разработок и IT-сервисов в числе приоритетов. Сегодня это уже не просто интересные идеи, а вполне себе прикладные решения, как, например, проект сети для удаленного автоматического сбора, обработки показаний приборов учета в ЖКХ. Во-первых, здесь исключается необходимость ручного сбора информации со счетчиков, она передается автоматически. Во-вторых, да, человек может контролировать расход ресурсов. Еще одно перспективное начинание с цикла интеллектуального дома «Умный домофон». Выдов, ожидайте ответ. Если вы находитесь вне дома, то звонок от домофона можно принять на телефон с помощью специального приложения. Вот, отвечаем. Открываем. Вы можете находиться в другом конце города. Если вам кто-то позвонил в подъезде, вам придет звонок именно в части, то, что кто-то вам звонит, и вы можете ответить, сказать, там, я нет дома, или просто посмотреть и узнать, что происходит. И особенно это важно, там, если есть пожилые родители или дети, это прям важно было бы для... Ну, то есть, это уровень безопасности, это уровень комфорта совершенно другой. Наша компания, она все-таки стремится к тому, чтобы ценник на услугу удержать в тех пределах, какие сейчас установлены. Они под разные задачи, скажем. Если нужны камеры, которые необходимо крепить под потолок, там, мы используем один тип камер. Если какие-то камеры необходимо закрепить на стене, там, и повернуть ее под нужным ракурсом, мы используем другие модели. Понятное дело, что камеры или роутеры не производят непосредственно на ТАК-телекоме. Задача разработчиков – сформировать свой оригинальный сервис, IT-решение и, в идеале, протестировать его внутри самой компании. В мире больших и очень больших корпораций всегда найдется место эффективной средней компании, тем более, если она ориентирована на клиента. Мы считаем себя, как минимум, средней компанией, мы видим свои перспективы и мы показываем результат. Тимур Бекмурзин и Роман Безменов. 7 дней. Все выпуски программы 7 дней смотрите на YouTube-канале ТНВ.